Давайте попытаемся посмотреть, так долго занимаясь физикой, насколько Анаксимандр был первым физиком. Или был он все-таки философом? Это очень интересный вопрос, потому что у нас первый философ — это Твалес, а второй у нас философ Анаксимандр. Про него мы знаем, что он высказал много интересных точек зрения на устройство космоса. И кроме того, он сказал, что все есть опера. Если опера. А опера — это прилагательное. Да. Все есть опера, в смысле, не ограниченное, все бесконечное. То есть речь идет о некой... Это некое качество. Да, некоторые вещи. Считается, что Фалес сказал «все есть воды, есть вода», или как его в другой традиции называют «все есть вода», то Анаксимандр сказал, что все есть опера. Хотя вроде бы тогда это было прилагательным, но потом стало существительным. Кроме него, после этого... Она считается, что все, что есть, она определяется из таких характеристик, как опера. Давайте позвольте докладчику высказать, если он меня потом задать вопросы или комментировать. Да. То есть, кроме того, считается, что первый философский текст, который дошел до нас, это конверс текст, принадлежащий Аксимандру. Перевод Ницше. Откуда вещи берут свое происхождение, туда же должны они сойти по необходимости, ибо должна не платить пений, ибо эти суждены свою несправедливость, сообразно порядку времени. Ницше. Наброски к философии трагического века Греции. 73-й год. Теперь Дильс Перевод. Из чего же вещи берут происхождение? Туда и гибель их идет по необходимости, ибо они платят друг другу взыскание пений за свое бесчинство после установленного срока. Вот мы с этими статами познакомились и постараемся его понять. Значит, первое, что когда говорят о представителях элиадской школы первоначально, считают, что они такие были наивные физики. Например, считают, что Фалес придумал то, что все состоит из воды. Что Анаксимандр придумал, что все состоит из Аперона, а Анаксимандр был, идущий редкостным интеллектуалом, сказал, что все на самом деле воздух. И такая позиция, от точки зрения, действительно господствует. Что это первые наивные физики, которые хотели понять, что из чего состоит. Их высказывали понимать буквально. Да. Мы думаем, что в настоящий момент все состоит из фермионов и бозонов, допустим. Они были более наивными людьми, не знали таких сложных слов. И думали, что все состоит либо из Аперона, либо из воздуха, либо из воды. И между собой имели многочисленные философские дискуссии. Это некая точка на этих философах, неких первофизиков. В самом деле, теперь постараемся понять, кем они являются с философской точки зрения. Это означает, что мы эту самую ситуацию должны держать с точки зрения философского дискурса. Не с точки зрения физиков, а с точки зрения философского дискурса. Если с самого начала имеем доступ к неким философиям, к пониманию того, что есть философия, зачем ей занимаются и какова ее проблематика, то, быть может, мы сможем понять и Анна Ксимандра со всеми его высказываниями. Точнее, с одним высказыванием в нескольких периодах. Вот. Такова вот эта самая вещь. Но первое, что у нас оказывается, кигаревская точка зрения, что они, то есть представители Альянской школы, пытались высказать идею бытия. Вот идею бытия, они не знали, как ее высказать и пользуются первыми попавшимися предметами. В самом деле, вода, чем бы мне идея для бытия, не лентафора. Апеера, нечто беспредельное. Что это за идея бытия? Ведь на самом деле мы имеем перед собой бытие и похоже на то, что оно в самом деле выглядит нечто, что-то беспредельное, не разлученное в себе. Мы видим, что от этих философов к программину надо сделать превышенный шаг. И, казалось бы, история философии раскладывается как просто удивительно. Но давайте попытаемся к этим философам отнестись не как к первофизикам, не как к неким наивным философам, которые были в самом начале, а попытаемся как-то отнестись к философам в настоящем и совершенно законченном в своем виде. В самом деле, если мы видим, что перед нами существует предмет, который выступает в качестве непосредственного для самого сознания. Что это значит? Это означает, что предмет, безусловно, один. Предмет, выступающий в качестве непосредственного для сознания, оказывается единственным и уникальным предметом. Таким образом, можно сказать, что все есть вода или все из воды есть воду. Предмет, который мы имеем перед собой, оказывается не только самим предметом, но оказывается и примером и способом постижения бытия. Кроме того, этот предмет оказывается ничем иным, как формой восприятия предметом сознания. Это вот очень интересно. То есть, если мы пытаемся понять непосредственность нашего восприятия предмета, автоматически философия принимает вид, что все есть вода, все есть единственный предмет, который принятый, который принятый, и уникальный. А теперь сущность этого предмета нам надо только высказать. Ничто к этому тезису так хорошо не подходит, как понятие апейрона. Именно апейрон, то есть, казалось бы, беспредельная, не имеющая вещей, не имеющая границы, она и высказывает вот эту самую сущность этого философской системы. И мы видим, что, во-первых, аноксиман, вслед за фолесом, оказывается законченным по-настоящему философом. Согласитесь, что это вся философия. Сказать, что предмет выступает в качестве непосредственного бессознания это высокая философская мудрость, которая недоступна человеку, находящемуся в обычной ситуации восприятия. И, с другой стороны, на этой философской мудрости философию по большому счету можно и закончить. Все есть. Вода или предмет, вступающий в качестве непосредственного бессознания. Здесь мы видим удивительного рода развлечения в форме тождества предмета и бытия предмета. Странно только, что это философия субъективна. Да, это странно. Но ведь это же интерпретация. Потому что ты же имеешь в виду экстатический опыт. Мы берем какую-то конкретную перед нами плечащуюся воду, например, в каком-то стакане. Да. И мы можем проделать некого рода опыт сосредоточения на этой воде. Опыт рефлексей. И этот опыт, экстатический опыт мы можем довести до такого состояния, что для нас кроме этой воды ничего не будет. Да. То есть мы, если поставим на позицию не знания, а сознания. То есть все присутствие будет в воду. Да. Все присутствие, которое нам доступно. И из этого мы делаем вывод, что все есть вода. Непосредственно, да. А мне кажется, что любой как бы вот этот опыт, как бы мы его, так сказать, не усугубляли, он все равно помимо вот предмета, то есть он будет содержать предмет как непосредственный для сознания и противостоящий только постольку, поскольку предмет выступает на фоне фона. Я извиняюсь за эту автологию. Этот фон будет не устранен. И первое же утверждение, что предмет для сознания всегда один, он, это феномологически ложное. Подожди, так ты утверждаешь, что отсутствует какой-то экстатический опыт? Нет, подожди, он отсутствует, он остается. Подожди, но ведь же идет как раз не о собственном предмете, речь идет об отношении знания и предмета в этой форме. То есть у тебя действительно знания... Вода и дело, что вода как нечто, а можно произнести вода как пустую, пустой набор звуков, да, ну или как пустое понятие, как просто, а как только мы говорим вода как нечто определенное, как только мы имеем в виду что-то, как только это знание, да, обладающее неким смыслом, так вот значение слова вода, да, ну или понятие вода, там, знание вот это приобретает в противопоставлении себя вот этому фону. Мы выделяем воду, вот. Это ты как бы пытаешься на феноменологию обратить внимание. А на самом деле существует, допустим, некоторые опыты медитации, да, когда, ну, буддисты этому учат, да, когда что все есть, там, пустота. Это на самом деле есть вдуматься тот же самый экстатический опыт. Нет, Игорь-то, Игорь там выводит именно из опыта непосредственного вот такого субъективного восприятия, а не размышления. давайте поймем, что у этого опыта... Уже не была вода, не устала вода. Вот, подождите, давайте я как бы маленькое замечание делаю. У Игоря на самом деле важны два момента. Важна фиксация воды, как воды, действительно только на фоне других каких-то предметов и там границ, мы же можем понять, что вода в стакане только то, что есть стакан, там есть пространство, вокруг нее какие-то другие предметы, стол и прочее, да? Но, когда мы совершаем экстатический опыт, мы как бы и тем самым совершаем преодоление всех этих границ, всех этих различий и доводим воду уже до понятия бытия. То есть нам важны оба состояния. И первое состояние, чтобы констатировать, что это вода, и второе, чтобы констатировать вода и все. То есть все-таки на гильдерской позиции состоящей, что все-таки бытие пытаемся получить. Вот смотрите, опять же, с моей-то субъективной точки зрения, как было правильно, заметил, да? У нас предмет уступает в качестве непосредственного десознания. Если я нахожусь на стороне знаний, что я могу сказать о предмете, который для меня в этом акте открывается? Вот что я могу сказать? Могу ли я сказать о какой-то его определенности? Не могу. Нет его определенности. То есть ты сам пытаешься первую главу Финоменологии Духа рассказать? То есть для тебя предмет выступает в качестве чего-то единственного, уникального. Если предмет выступает в качестве непосредственного десознания, то сознание, находясь на позиции рефлексии, открывает этот предмет в качестве чего-то уникального. Мне самое-то интересное, что неважно, какой предмет получается у тебя. Неважно, да. Ну так в этом и странно. А он ведь утверждает, что именно вода является бытием. Как это объяснять? А почему тогда ему не пришло бы угол, что воздух там, земля и все, что подряд вокруг лежит? Это очень неважно. Наиболее точно здесь как раз наш нынешний герой, то есть Максиманов, который сказал, что апеер у тебя. Предмет у тебя, любой предмет, положенный в качестве непосредственного для самого сознания, превращается в апеер. То есть любой предмет, который, то есть ограниченный, какой-то конкретный, конечный предмет. Можно вознести... У тебя экстатический опыт, да, ты получил его как неограниченный. Нет, ничего удивительного. Ты и опытом его и сделал так таковым. Да, конечно, конечно. Именно не водой, а именно, то есть, соответственно, какая-то форма чувственности сохранилась. Но она как форма существования сохранилась, как субстантность. Или не сохранилась. Не знаю. С одной стороны. А с другой стороны, эта самая вещь, она в этом деле, значит, с другой стороны, что у тебя этот предмет положен в качестве непосредственного, то он у тебя превращается в единственный уникальный предмет. У тебя все превращается в него самого. То есть в апеер он тот самый. Я не уверен, что просто вот предмет так может как-то существовать для нас. Нет, на самом деле, как один предмет. С точки зрения, если брать и историю философии, да, и вот это исследование в этом отношении, то как бы субъективная философия, она в античности была невозможна. Вот именно в таком смысле, как ты это выражаешь, да, что если человек может своим усилием и экстатическим опытом довести любой предмет до бесконечного предмета, то это из этого не следует, как бы, что все есть апель. То есть все есть этот бесконечный предмет. Да, если я нахожусь на некой философской позиции, то есть на позиции рефлексии, то есть я интересуюсь предметами, какие они есть там, оранжевые, пахнущие или какие-то еще, хромкие, другие свойства. Если я хочу поднять предмет как таковой, а предмет выступает в качестве непосредственного для знаний. Всякое знание, скажут, применить позже, есть знание о чем-то. Если предмет выступает в качестве чего-то непосредственного для собственного сознания, то тогда этот предмет превращается в нечто такое большое, во-первых. Самое интересное, это как бы другое замечание, что вот у него же там есть некого рода моральный вывод, да, о том, что как бы всякого рода конечные вещи платят воздаяние, да, за то, что вот за их дерзость, что они были конечными, да, что они не были бесконечными, что они не растворились в этой бесконечности. Да, и вот с этой точки зрения... То есть вот эта вся коррада ограничения, это есть, как бы, как это называется, дерзость по отношению к этому аперу. Да, конечно, конечно. То есть это как бы чуть позже уже представители школы Парменида скажут, что это неправильная точка зрения на мир, а правильно она состоит, что есть в тебе только бытие. Вот, то есть есть в тебе только непосредственно. То есть у тебя с реактивной точки зрения, у тебя есть отношение непосредственности между знанием и предметом. Ничего другого нет. Тебе не важно, какой предмет, то, что он выступает, я говорю гигельским языком, в качестве предмета для этого знания, но важно только то, что он выступает в качестве непосредственного, то есть не является оператором. И вещи, которые себя манифестируют в качестве воды, воздуха или чего-то, должны заплатить пение за свою дерзость и исчезать дальше в этом самом небытии и смениться другими вещами. Поэтому как раз это цитата... То есть оператор – это все-таки небытие? Какого уlicой? Нет, как раз бытие. Оператор – бытие. Просто вещи должны прийти и уйти за свое дерзновение, то есть за свою определенность должны заплатить. За свою конечность. Да, за свою конечность, за определенность. То есть каждый ухватывает какую-то конечность, как собственность, да, на самом деле, но он ее не владеет. За свою конечность они платят свои конеч longest. Да. Молодены, конечно. Это идея, по сути. А вода это некий предмет. Поэтому высказывание героглида, что все есть оперон, это, по сути, высказывание о том, что все есть идея. Фарис утверждает не только идея, но и существование еще физического мира, предметов. Да, действительно, давайте посмотрим, насколько можно говорить, что он ухватывает идею как идею в этом акте. Можно сказать, что это будет идея? Вот это не Эдос, а именно платоновская идея. Нельзя, а почему? Ну, потому что ты сам говорил, что если это опыт непосредственности, непосредственности опыта непосредственности, никаких идей нет. Идея, с освоенной точки зрения, одна. Идея бытия. Эдосов много, а идея одна. Идея всегда рефлективна, и поэтому идея возникает только у Парменида. Ну, так а здесь точно не идея бытия. Мы действительно занимаемся философией, то есть мы схватываем отношения предмета и знания предметей. Это отношения в некой предыдущей ситуации есть отношения непосредственности. Ты, Александр, начал с того, что это опыт непосредственности, а теперь говоришь, что это не опыт непосредственности, а рефлективный опыт. Это уже не опыт непосредственности. Да, да, это вот такой странный опыт. Рефлективный опыт никогда не бывает экстантическим. Вот это такой странный опыт, что у тебя именно в такой рефлексии вознес в смысле непосредственно, благодаря рефлексии, потому что в обычном мире для тебя есть вещи, есть штатив, есть видеокамера, что там еще во времена, автомобили, самолеты, что там еще было у Ноксимонада, большое количество вещей есть. А у него только вода, у этого вода, а у этого только. Да, бедно, не жури, не богато. Нет, на самом деле, как бы, тут еще можно одно замечание сделать. Дело в том, что Тапиером, да? Вот и история бытия Хайли. Он уже древними, древними, по-моему, Аристотелем истолковывался, ну и там, и других философов пытались понять Ноксимонадр и пытались истолковать его тем способом, что это нечто среднее между водой и воздухом. То есть, как бы, некого рода тоже стихия материальная, да, но она... Но все-таки физика. Да, то есть, нет, пытались истолковать так, что это нечто физическое, да, просто вода это нечто конкретное, да, вот вода, воздух это нечто. Это тоже конкретное, да, то есть, а вот нечто промежуточное между ними, да, вот, оно было неопределенным аппером, да, вот. Нельзя было сказать, что это вода или воздух, нечто среднее, вот некая средняя стихия. Так это одна была интерпретация. А вот другая интерпретация, которая приходит в голову, ведь на самом деле, кроме вещества, ведь присутствует еще в нашем опыте, да, непосредственности пространство. Вот само пространство как пространство, оно присутствует. Да, и мы все вот об этом говорили, как о фоне, да, вот Антон, что всегда вот присутствует вот эта вот пространственность как такова. Мы от него избавиться очень, нам очень тяжело. И вообще говоря, экстатический опыт, это действительно опыт, там, это трудно достигает. Вот пространственность как таковая, да, возможно, это и есть то самое, на что пытается обратить аноксиматор. Но хочется сказать, что все есть вот эта вот пространственность. Да, но тогда значительно больше... Но пространственность именно материального. Первый физик, чем... Да, вот представьте себе, вот есть, допустим, разные стихии. Вода, воздух есть, да, там, земля, огонь. А вот есть пространственность как таковая, которая тоже не представляется. Субстанция, некая субстанция огромная, да, бесконечная. Ну, физик, пространственность, она бесконечная. То есть физик ты считаешь, да? Не субстанция, не совсем, вместилище. Местилище, да. Это не субстанция, потому что субстанция входит в местилище. Нет, но именно субстанция, то есть из воды в воду. Да, да. Слушай, из воды в воду, это из воды в воду. А всё есть неограниченное. Как сказать, что пространство, мы понимаем сейчас пространство как вместильщик, как некое математическое пространство. Смотрите, вот в этой самой цепи... А как это понимать пространство, как вот именно материальное составляющее, как субстанцию лучше, как Игорь Правилев. Да, точно так же субстанция. Из чего же вещи берут происхождение, туда и гибель их идёт по необходимости. То же самое, что всё из воды и воду, согласись? Да. Из чего же вещи берут происхождение, туда и гибель их идёт по необходимости. То есть есть некая субстанция, которая является первоосновой всего остального, всех стихий. Да, ибо они... Она не выбрана в качестве... Как это одна стихия? Ибо они будут изыскать пениса и пищевого сока. Смотри, в чем прогресс по отношению к фалису? Фалис берет какую-то одну стихию, которую мы наблюдаем. Вот мы видим, вода плещется в пределах егейского побережья. И мы понимаем, что почему-то и эта самая вода одновременно является субстанцией всех остальных стихий. Что странно, да? А вот Анаксимандр делает шаг вперед, он указывает на то, что есть некая субстанция, вот она какая-то такая, пространственный вид иметь, да, во-первых, которая является основанием видимой воды, видимого огня, видимой земли, видимого воздуха. Физик. Нет, ну все-таки он физик, но который идет... Это бытие. Да, но у него уже вот это бытие есть, как субстанция, пространство. И это бытие, параменидовское, по сути. Вот у параменида бытие ведь тоже имеет шарообразную. Да, да, параменид тоже в вашей тримитации, тоже физик. Нет, подожди, параменид в нашей тримитации тоже физик. И у него на самом деле это бытие имеет форму шара. Да, потому что оно сплошное, между ними и пустого места. Самое интересное, да, да, именно так. Бытие есть, а... Не бытие нет, и поэтому сущие сплачивает за сущим. Бытие есть, то есть сущие есть, а не сущего нет. Да, сущие сплачивает за сущим. А поскольку у Бивета невозможно ничего представить бесконечно, то это вот представляет собой такой некий монолит сплошеносущего. То есть, как бы, моя идея о непосредственности арификтивного аноксимандра, где арификтивного... Почему? Она возможна. Возможно. Просто это другая интерпретация. И тут, знаешь, что самое интересное, что аноксимандр, в отличие от других античных философов, допустим, того же параменида, там, Платона или Аристотеля, у Аристотеля тоже мир конечный. Он указывает на какой-то бесконечный мир. Нет, а мне кажется, знаете, почему... На бескрайний мир. Нет, почему он ближе к это, к как бы, к антологии именно, и к идее бытия, но не в смысле вот этого сущего, парменидовского, а даже, может быть, он более, как бы, более антологичен, чем парменид. Потому что он дает именно определение, а не существительное. То есть, когда говорят воздух, вода, что-то еще, как бы, говорят о неком сущем. Все есть такое сущее. А он дает характеристику, как бы, как прилагательное. Мне очень понятно статус этого прилагательного, но он все равно, как бы, как будто избегает. Вот есть нечто, да, и... Говорите о нем, как о субстанции, да? Он не говорит о субстанции, он говорит о какой-то характеристике. А чего? Ну, то есть, у него очень интересная ситуация. Вот как раз вот это лучше было бы осмыслять. Почему он употребляет прилагательное... То есть, он указывает некую субстанцию и не называет ее, да? Во-первых, непонятно, указывает он, нет. Он, как бы, как будто ему важна не субстанция, а характеристика. Ведь на самом деле, когда мы перейдем уже к настоящей антологии, она и будет так говорить. Она будет говорить, что вот есть сущее, и оно какое? Оно существующее. Да, то есть, по сути, весь разговор о бытии, он должен строиться не так, что есть бытие, и мы сразу представляли себе такой кусок, шмат мяса, да, то есть, тоже какое-то сущее. А не так. А что бытие — это, на самом деле, существование, то есть, как характеристика, условно говоря, да, этого сущего. То есть, правда, характеристика... Ну, можно сказать так, но вот этот существует, а вот этот не существует, понимаешь? Только то, что не существует, оно не существует. Но, тем не менее, это как бы что-то, это как бы определение, которое добавляется. Вот сущее, оно такое, какое есть, вне зависимости от того, существует оно или не существует. А предлогательное, оно как-то... Берон — это характеристика, неперебивание, это предикат. Предикат. Вот сущее — это субъект, а бытие, получается, это как предикат. И определение вот этого вот неограниченное — тоже предикат. И в этом смысле он приближается, как бы, к мышлению бытийственному. Ну, а в моем понятии, на самом деле, то, что он хочет назвать, у него просто... его невозможно никак назвать, кроме как на него указал, исходя из некого определения. Ну да, то есть указывает, но не именует. Да. Указывает, не именует, да. Я про это говорю. На самом деле, если думать, что он ведь и Бога... Он уже сказал, что он уже не может именовать. Вы не правы, он уже существует. Во-первых, он уже сказал, он сказал «все». Вот «все» — это и есть то, на что он указывает. Не нужно еще ничего. Он говорит «все неограничено». Понимаете? Все равно сказать «все существует», допустим. Нет, «все существующее», «все там, не знаю, благое». Что вам тут не нравится в этом утверждении? Вы все время ждете, что он скажет «все благое — вода». Да? А разве он говорит «все»? Он просто говорит, что как бы есть некое... Даже трудно сказать. Нет, «все есть опеером». Вот так, как бы, я слышал. Я это не читал сам, я вот сейчас только на основании того, что было озвучено. «Все есть вода», «все есть опеером». Вы зря как бы сводите эти... Как сказать? Грамматически они похожи, но на самом деле они получаются совершенно разные. Вот это слово «все» здесь совершенно разные значения играет. В одном случае это просто как бы «все есть» и «вода» — это указание. А в другом случае «все» существует, допустим, или «все не ограничено». На самом деле, дальше же будет интересно. У «анокси-менеджера» выйдет уже опеером «Аверт», то есть у него будет бесконечный воздух. Ну, понятно. То есть у него вот эта вот некая субстанция, или как бы ее назвать, да, вот эта вот безграничная, вдруг приобретет какую-то дополнительную характеристику, что она на самом деле есть ничто иное, как воздух. То есть воздух, но бесконечный. То есть вечности он сохраняет. Вечности. Не вечности, вечности. Да, вечности. Вечности сохраняют. То есть, казалось бы, «анокси-менеджера» он точнее сказал, чем «фанис-менеджера». Да, у него просто пространственность. Вечности он потерял. У него пространственность как таковая, вот без этой вот характеристики отношения того, какой стихе она принадлежит, и вообще, насколько она материальная и прочее, да. Как бы вот некая есть эта безграничная, да, и все как бы из него и в него. А у «анокси-менеджера» как бы, он становится вот этой безграничной, просто является воздухом. Ну, в каком-то смысле, он действительно первый, кто высказал идею. Потому что он говорит о качестве, да, ну, как бы, о каком-то качестве, в отрыве от вещи. Пакос создает две вещи. Все, как бытие, и вода, то же самое. Нет, ну, а вода – это… Связывает все бытие с идеей, а первым. А первым – это не бытие, а первым – это некое понятие. Ну, да. Идея. Но понятие, вот интересно… Связывает два мира – мир сущего бытия и мир идеи. Ну, интересно, что идея тут возникает впервые. До этого была вода, вода – это все-таки, как бы, нечто, нечто сущие. Да. Это не водность, понимаете, и не воздушность. Вот воздушность, водность – это уже, как бы, можно было бы сказать, вот эта эссенция, сущность, да, вот, идея воды. В чем идея воды? Водность, понимаешь? И вот все бы сказали. Эдис воды в водности, а здесь мы встречаем эйдис – неограниченность. Так нет, все-таки идея. Идея – это то, что имеет отношение не к сущности, в отличие от эдиса, а к существам. Да? Нет, это я не очень понимаю. Ну, у тебя эдис – это водность, деревянность. Правильное удаление – аперос. Нет, но… Аперос. Как минимум, он уже, как бы, перешел от сущего к сущности, как минимум. Понимаешь? То есть он уже говорит не о воде, а о водности. У нас-то получалось, мы это интерпретация, что не так, что он как раз от сущности перешел к существованию. Бытия. К непосредственности. Аперос как непосредственность? Да. То есть он получил любой предмет в форме… Вы понимаете, это же не как физики делают, когда они говорят, а у тебя стол – это не то, что у тебя есть поистине, и поистине у тебя есть большое количество молекул. Молекулы – это не то, что есть поистине, большое количество там наклонов чего-либо еще, как физики. Здесь же дается процедура получения всего этого, не отсылания к автрики, а куда-то еще. Давайте посмотрим, что вода есть поистине, или любой предмет. Посмотрим, как он предстоит для сознания. Для сознания он стоит в качестве чего-то непосредственного. Так как? Для сознания, да. Для сознания не может быть в качестве непосредственного. knock‑имоднем после сознания потом состоит вовне, Потому что сознание было бы просто вызвать. В качестве качества – да… По качеству чего-то непосредственного выступается. По качеству этого рефлексии выступает. И в качестве рефлексии ты можешь в этой ситуации только сказать, что предмет, который у тебя появился, он для тебя все. Только я еще раз говорю, что экстатический опыт не может быть рефлексивным. Рефлексивный опыт всякий раз будет границу вносить между тобой и самим предметом. Но для того, чтобы ты отдал себе отчет, что с тобой здесь происходит, это рефлексия необходима. Как дается отчет? Отчет дается тем способом, что сначала в нормальном опыте ты видишь воду, как она ограничена от остальных стихий и предметов, а потом ты в экстатическом опыте переводишь его в бесконечность. То есть на самом деле, я же и говорил, что экстатический опыт возможно только как объединение двух опытов. То есть в первичном состоянии, где вода является ограниченной конкретной водой, водой в этом стакане. И второго состояния, когда конкретная вода в этом стакане путем некоторого усилия сознания переводится в единственное, что есть для тебя. То есть вот некого рода бесконечный предмет. А ты пытаешься внести в момент экстатического опыта внести и отдавать себе отчет в том, что же присутствует. Так вот, отдача отчетов тоже, что здесь присутствует, есть, по крайней мере, осознавание того, что ты отличаешься от предмета. И это уже из вне города граница, и тем самым эта граница полагает уже, что предмет не бесконечен. Сразу? Да, 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 да. Это безусловно таким образом. Но эта граница какая-то не носит внутренний характер. То есть по этой самой ситуации ты же обнаруживаешь очень удивительную вещь с моей точки зрения. Ты обнаруживаешь, что бытие это является не бытием мира, а моим собственным бытием. Что я есть не только бытие, если что иное, как форма данности мира мне самому. Да, но только для того, чтобы это сделать, зачем нужен внешний опыт? Достаточно как бы внутренний опыт? Ну почему? Ты же начинаешь... Ты говоришь о предмете. Ты говоришь, что этот предмет является непосредственным. Что это означает? Раз у тебя всё есть, вода, уникальный. Это означает, что ты не можешь никаким образом отличить себя от этого предмета. Ну что ты можешь сказать о самом себе в этом мире? Только ты можешь сказать, что ты сам есть. И таким образом ты обнаружишь бытие как форму данности, предмет сознания в этом самой ситуации. Знаете, в чём проблема? Экзистенциальная философия была, что говорить о бытии самого себя в опыте ощущения или внешнего созерцания невозможно. И невозможно только это в том случае, если ты переходишь от внешнего опыта, внутреннего опыта, в опыта переживания. Вот и получается странный вот этот результат, который получается. То есть ты, с одной стороны, обнаруживаешь, что бытие есть бытие предмета, но с другой стороны, понимаешь, вот оно тоже действительно, но с другой стороны, понимаешь, что оно есть в связи с моё бытие. То есть бытие выступает в качестве данности... Формы данности предмета. Формы данности предмета, да. Вот такой замечательный результат, который, если мы пытаемся субъективной точки зрения, получаем. И действительно, в этом есть определенного рода противоположность и странность. С одной стороны, мы же понимаем, что вещи всегда есть. Вещи же перед нами есть. А с другой стороны, мы не понимаем такой простой причины, почему эти вещи выступают... То есть, с другой стороны, мы понимаем каким-то образом, что бытие есть форма данности предмета самого сознания. То есть бытие — это форма данности предмета сознания. Вот и возникает трансцендентальная философия уже в самом начале. Ну, тут как бы для... Комментарий ещё раз надо повторить, что вот представление о чём-то беспредельном, потому что аперос — это на самом деле отрицание... Перос — это как бы предел и край, да. Аперос — это буквально беспредельный, бескрайний, да. Вообще говоря, представление о чём-то таком беспредельном и бескрайнем, бесконечном для античности вообще не характерно. Потому что все остальные античные философы, у них у всех, на самом деле, И космос он ограничен, и ничего беспредельного нет, и даже время, на самом деле, циклическое. Даже время не уходит куда-то в бесконечность. И на самом деле, Зеноновские парадоксы, они во многом именно по тому парадоксу, что они не допускали никакой такой бесконечной делимости. Потому что никакой бесконечности, все бесконечности такого рода, они воспринимали как дурную. И быть не должно. И проблемы, связанные с этими, с вещественными веществами, что там о соизмеримости стороны прямоугольного треугольника, о диагонали квадрата там. Все эти проблемы именно потому, что там возникает некое рода бесконечности, которые в отличности воспринимались как своего рода проблемы, как парадокс. И поэтому по философии Анаксимандра, она выступает как своего рода странная, аномальная, в ряду других, как античных философов. Впервые, 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 что он, да, что он, да, у него бесконечно, да, вот представление, что космос у него какой-то бесконечный. Если мы говорим «все», и это есть Аперон, да, то означает, что все бесконечно. И это, например, я говорю уже, у Аристотеля это не так, у Парменида это не так, да? У Аристотеля особенно это интересно, да, у него вот это космос тоже является шаровидным, да, и вопрос о том, что вот, он очень много обсуждает вопрос о том, что космос не может быть беспредельным, да, потому что это, как бы, у многих возникает пущий парадокс. Ну, да, наверное. Можно бесконечно еще иметь в том смысле, что... Нет, давай тогда, легкий вывод просто по литературе. Значит, существует три источника, которых я бы вам рекомендовал. Это есть веселенькая книжечка «Разговоры на проселочной дороге» Мартина Хайдеггера. Там есть исключение «Анаксимандра» такая у него работа, достаточно большая, где его анализируют, потому что он говорит, что они в те находились могут. В начале философии мы находимся в ее конце, поэтому две эти крайние точки, безусловно, имеют не с собой определенного рода свойства. Вторая книжка, на которую бы я нарисовал, это, безусловно, Гигель. Но есть еще и фрагменты раннегреческих философов. Да. И третья книжка, на которую я бы тоже, которую я сегодня упоминал, очень интересная. Она называется «Двенадцать лекций до сакхатиках» Наговицына Олега Михайловича. Вот этим трем фундаментальным книжкам я и адресую всеобщее внимание человека, который попытается рассуждать по «Анаксиману». Что же он все-таки имел в виду? Был ли он физиком, философом? И была ли его философия закончена? Или это был некий предварительный разговор, что является нашим сегодняшним акцентом? Нет, но есть еще версия, что он именно принадлежал к некоторому роду азиатской версии философии, в которой представление, вроде как, бесконечно было возможно. Ну, так бывает, бесконечно, как бывает. Не, по-моему, там, у зоорастрийцев, что ли, там, есть, и у других. Есть какие-то восточные мистерии, да, где, вроде как, представление бесконечности существует. И поэтому он выбивается из ряда греческой линии, да, вроде как он... Вместе с «Анаксимандром», безусловно, да? Да, потому что Анаксимандром, он же малайзийский философ, да? Ага. И именно поэтому, что он как бы в англандичной философии, в греческой философии представляет собой линию азиатскую. Хорошо, да, да. Продолжение следует...